МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Телезащитник. В ней мы помогаем разбираться в вопросах, которые поступают от наших телезрителей. В программу Телезащитник обратились циктовкарцы вот из этой пятиэтажной хрущевки. Их беспокоит тот факт, что с апреля текущего года на контейнерной площадке не вывозится огромная гора мусора. Как она образовалась? И самое главное, что с этим делать? Разбираемся. Дмитрий Владимирович, ну вот к нам обратились жители по поводу того, что с апреля месяца вот эти остатки деревьев здесь у нас находятся, около 28-го дома по улице Ленина. Вот в курсе ли вы этой ситуации и правомерный ли тот факт, что вы не вывозите вот этот мусор? Здесь уже длительное время на контейнерной площадке складированы порубочные остатки деревьев. То, что они здесь лежат, тут ничего такого страшного нет. Соответственно, площадка эта контейнерная является собственником здесь управляющей компании в связи с тем, что они работы произвели, соответственно, они имели право сюда складировать, просто должны были это все вывести в разумные сроки. А вот скажите, Дмитрий Владимирович, что считать разумным сроком? Потому что сейчас мы говорим по сути о семи месяцах. Я так понимаю, что это не разумный срок. Ну, я думаю, что разумный срок это уже вопросы не к нам, а к управляющей компании. Но на сегодня работа с этой управляющей компанией ведется. Соответственно, компания подтверждает, что это действительно их мусор? Соответственно, они произвели работы, они сюда складировали эти ветки, и, соответственно, представитель компании дал обязательство, что данные ветки в ближайшее время будут вывезены силами либо нашей организации, либо иной организации с данной площадки. Дмитрий Владимирович, а как вот оно вообще по уму должно быть? То есть, вот управляющая компания качественно провела субботник, действительно очистила территорию вот от этих опасных ветвей, да, складировала ее. Вот каков дальше должен быть по закону алгоритм действий? Они должны после производства работ их складировать где-то в одном месте, и, соответственно, в принципе, по исполнению работ должны в ближайшее время это все убрать. Ну, то есть должен быть договор отдельный с вами, или это в рамках вывоза ТКО, да, вот этого обычного? Да, так как данные порубочные остатки у нас к твердым коммунальным отходам по закону не относятся, соответственно, мы их вывозим по отдельному коммерческому договору. Соответственно, если управляющая компания обратилась к нам с отдельной заявкой, мы с представителем, с контактным лицом, соответственно, определяем объемы, которые необходимо вывести отходов, и в дальнейшем, соответственно, при участии, соответственно, заказчика предоставляем технику. Здесь необходимы будут услуги ломовоза, данная техника в ООО «Региональный оператор Севера» имеется, соответственно, в данном случае, если компания обратится к нам, мы здесь применим услуги ломовоза, и, соответственно, уберем этот мусор и вывезем на полигон. Чтобы вопросов к нам не было по вывезенному объему, соответственно, да, мы требуем, чтобы представитель заказчика присутствовал на работах. Данные отходы тут представляют около 20 кубов. То есть это полная машина? Ну да, это практически полная машина, потому что у нас техника, а именно ломовоз, допустим, имеет объем кузова 30 кубов. У ломовоза, так называемая, имеется клешня, которая берет мусор и загружает в кузов. Также предоставляются услуги грузчиков, мы это все зачищаем, убираем и, соответственно, сдаем площадку в чистом виде. А счет вы выставляете уже управляющей компании после вывоза? Да, соответственно, мы работаем только по договорам, соответственно, после уборки мы присылаем счет в адрес компании. Региональный оператор дал дельный совет всем нашим телезрителям. Во время субботников, когда в результате обрезки деревьев образуется вот такое большое количество отходов в виде ветвей, для того, чтобы уменьшить объемы вывоза, потому что это ваши деньги, как собственников жилья, можно их мелко порубить. Тогда они в общем будут занимать намного меньше пространства, соответственно, потребуется меньше техники и меньше расходов. Примечательно, что жильцы 28-го дома по улице Ленина спустя 7 месяцев тщетного ожидания от управляющей компании вывоза веток задумались о том, чтобы попытаться уместить обрезки в баки для ТКО. Почему это делать категорически запрещено, пояснили в службе КОМИ «Стройжилтехнадзора». Отходы от зеленых насаждений, такие как ветви деревьев, кустарников, по определению не относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами не должны вывозиться региональным оператором по обращению с ТКО. Вывоз такого вида отходов должно обеспечить лицо, которое их образовало путем заключения договора с организацией, которая осуществляет такие виды работ, по нерегулируемой рыночной цене. Если по каким-либо причинам это лицо владелец таких отходов не вывезло, не обеспечило их вывоз и складировало на земельном участке, то вывести такие отходы должен собственник земельного участка. Если отходы расположены на придомовой территории, которая оформлена в общедолевую собственность, то вывести отходы должна управляющая компания, либо ТСЖ в зависимости от способа управления данным домом. Если отходы располагаются на муниципальной земле, то, соответственно, обязанность по вывозу таких отходов лежит на органе местного самоуправления. Кстати, заодно жильцы попросили нас выяснить, а правомерно ли вообще была обрезка деревьев. Так вот, в администрации Сыктывкара нас заверили. Официальное разрешение управленцы этим объектом жилфонда получили. Это означает, что такой вид работы в рамках субботника этой весной с их стороны был абсолютно правомерен. Что следует знать жителям и юридическим лицам всех городов и районов о правильном накоплении и вывозе твердых коммунальных отходов? Эксперт Федерального центра ЖКХ «Контроль» разъяснила нам тонкости действующего законодательства. Понятие «твердокоммунальные отходы» в Российской Федерации появилось после выпада Федерального закона 458 29 декабря 2014 года. Ранее твердобытовые отходы начислялись управляющими компаниями и входили в состав жилищного услуга, исходя из площади занимаемого помещения. На сегодняшний день твердокоммунальные отходы начисляются на количество человек и входят в него отходы, которые появляются от жизнедеятельности человека в квартирах. Они бывают биологические и синтетические. Что добавилось при изменении твердобытовых отходов на твердокоммунальные? Во-первых, затронут весь частный сектор, с которыми заключены договора на вывоз твердокоммунальных отходов. Также появилось новое понятие – это офисный мусор. То есть на сегодняшний день установлены тарифы на вывоз отходов из магазинов, офисов, банков и других помещений, которые не производят бытового мусора. В нашем случае речь идет не об обычном мусоре, а об отходах, образовавшихся в результате санитарной обработки деревьев. Это означает, что надзорным органом, уполномоченным обязать виновных ликвидировать свалку, является природоохранная прокуратура. Туда мы и сообщили о ситуации. Каждое муниципальное образование самостоятельно устанавливает порядок содержания охраны зеленых насаждений. Муниципальные советы самостоятельно принимают свои правила, которые могут в какой-то степени отличаться, например, от наших на территории города. Такими правилами Совета можно ознакомиться на сайте органа местного самоуправления, либо получить к ним доступ в сети интернет. Правилами содержания охраны зеленых насаждений на территории городского округа Сыртовка, утвержденных решением Совета города, предусмотрено, что по результатам рубки лицо, которое ее производило, должно данные порубочные остатки вывести. Это нарушение законодательства об отходах производства и потребления, соответственно, размещение данного вида отходов, это порубочные остатки, запрещено на несанкционированных местах. Данные порубочные остатки подлежат при рубке их на территории города утилизации. Соответственно, в большинстве случаев указанные отходы вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. Мы организуем данную проверку. По результатам проверки, при наличии оснований, примем меры прокурорского реагирования, направленные на привлечение виновных к ответственности и устранение выявленных нарушений. По результатам приезда телезащитника на место несанкционированной свалки, управляющая домом компания пообещала жильцам, что в ближайшие же дни оформит договор с региональным оператором. Мы проследим, чтобы мусор был вывезен. В ином случае, инициированная нашей программой проверка природоохранной прокуратуры обернется для управленцев жилфондом серьезным наказанием. На сегодня все. С вами был телезащитник. А если у вас возникают вопросы или жалобы, обращайтесь в нашу программу. Вся контактная информация на экране. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова